Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами «Бизнес-завтрак» и я, Роман Дусенко, бессменный ведущий этой программы, приветствую в своей студии Владимира Маженкова. Владимир, доброе утро. Доброе утро, рад тебя видеть, Роман. И я тебя очень рад видеть. И знаете, чем, друзья, мы занимались последние две минуты? Мы пытались вот в эти несколько строк вместить всё описание всех титулов, должностей Владимира. Это, ну, по-моему, это просто круто, когда человек может о себе столько много сказать. Вот сколько лет формировались вот эти несколько строк, вот этих замечательных титулов? Сколько лет ты на это положил? 38 лет. 38 лет. Да. Счастлив ли ты? Если бы у тебя была возможность выбрать всё назад, всё по-другому, не проходить никакие проблемы, никакие кризисы. 99,9%. Повторил бы всё то же самое. Да, конечно, да. Круто. Я вижу, что ты подготовился, но поверь мне, я подготовился тоже. А, вот как. Я знаю, что это такое, потому что я видел твои все выступления. Так, здорово. Мало того, что ты мне сегодня подарил книгу, и это прекрасно, но, не поверишь, я специально тоже купил книгу. Вот как. Да, купил книгу. И что я делал? Я готовился к нашему выступлению, вспоминая и твоё выступление, и всё, что ты сделал, и много-много я чего почерпнул. Вот чувствуется, да, системный подход. Это факт, поэтому расскажи мне и шарики, и книга, давай просто немножко поговорим для разминки, что это, почему, зачем, и как ты себе это всё упаковываешь вместе. Ну, это не шарик, это мячик, это такой якорёк, у меня есть такой интересный мастер-класс, 15 ежедневных шагов генерального директора. Можешь перечислить хотя бы три самых верхних? Ну, первое, три самых верхних, да, ну, приходить на работу. Просто приходить на работу. Да, приходить на работу, да, потому что многие сейчас рассказывают о том, что можно управлять вообще компанией. Удалённо. Да, с Мальдиву. Это такая большая глупость. Я всем говорю, ни в коем случае, друзья, в ближайших 50 лет, если ты собственник, генеральный директор малого предприятия, ты должен работать и пахать 10-12 часов. Он может уехать на Мальдиву, возвращаться не куда будет. Да, наверное, если ты собственник среднего предприятия, да, ты должен быть генеральным директором и пахать тоже 10-15 часов, 12 часов. Если ты создал крупную компанию, создай совет директоров, стань поседателем. Найми генерального директора. Да, найми управляющего, возьми одного-двух независимых, но всё равно… Это уже 7-7 шагов генерального директора. Руку на пульсе своей компании нужно держать. Однозначно. И поэтому я вот удивляюсь, ну как можно так вот рассказывать, потому что я видел десятки случаев, когда люди оставляли свою компанию, начинали… Плачевно, всё заканчивается плачевно. Да, удаленно, и теряли бизнес, и потом плакали, говорят, как же так? Поэтому ни в коем случае приходить на работу, раз, приходить на работу с хорошим настроением, два, потому что есть зеркальные нейроны, на которые ты показываешь пример, из тебя берут пример всё это окружение, твоя команда. Управление примером, получается. Ну и третье, это здороваться со всеми за руку, это моя визитная карточка, и вот я летаю по всей России необъятной, как я люблю здороваться со стюардессами. Как это происходит? А как? Ну ты же заходишь в самолёт… Да, и ты протягиваешь руку? Да, совершенно верно, да, и стюардессы, они все красивые, симпатичные, протягивают руку, чтобы посмотреть, твой тикет, правильно? А я тикет убираю и протягиваю руку, это здесь удивление, радость и так далее, но ты потрогал девушку за руку… День удался. Да, и пледик тебе принесут, лишнюю шоколадку тебе дадут, в самом деле это такие простые вроде бы подходы, но они работают, они работают. Поэтому вот на этом мастер-классе «15 женщин-шаков» я рассказываю о золотом правиле, о золотом правиле для генерального директора, это и реальная история, и именно вот с этим теннисным мячиком, который служит для меня в самом деле якорьком. Это долгая история? Да, и сконцентрироваться. Вот у меня сегодня, да, вот и бизнес-консультация, и очень важная встреча, и сегодня я улетаю в город Казань, где завтра буду выступать с мастер-классом «Наука побеждать»… Приходите. Ты знаешь, как мы с тобой люди 90-х годов, то помнишь ещё те самые дискеты 1,4 мегабайта, и нам этого хватало. Но мы использовали с тобой такие архиваторы, помнишь, zip-архив, rar-архив. Это когда ты туда упаковываешь архивацию, смыслы, а потом раскрываешь, у тебя много-много информации. Уважаемые зрители, особенно для всех тех, кто ищет ответы на свои вопросы. Вот за 4 минуты Владимир сказал столько ценной информации, что если вы остановите на паузе после каждого его вопроса, будете записывать, размышлять, думать и внедрять, вот я уверен, гарантирую, и мы с тобой знаем, что если вот всё, что ты проговорил сейчас, внедрит каждый генеральный директор в нашей родине, качество жизни всех нас резко увеличится. Почему этого не происходит? Скажи мне. Нет, ну почему? Это происходит, другой вопрос, что мы максималисты, то есть, условно говоря, западный мир, ну так назовем его, да, строил такой капитализм 300 лет. 300 лет. Да, у нас очень достойный был капитализм до 17-го года, там, или до 14-го года. Да, потом это был страшный этот перерыв, вот, здесь мы многое потеряли, кое-что приобрели в чём-то, да, но многое потеряли. А сейчас новому нашему капитализму российскому всего лишь, ну, 30 лет, по большому счёту, 30 лет, это одно поколение. И здесь должна быть культура, отношения, мы должны выстраивать эти отношения для того, чтобы как можно было больше богатых, богатых людей, ну, богатых от слова Бог, богатых, счастливых, успешных, потому что когда люди богатые, успешные, счастливые, бизнес нам всем, нашей любимой стране, делать легче, удобней и успешней. Вот что мы делаем, мы как пчёлы друг друга будем дополнять, поэтому вот надо создавать предпосылки, чтобы было больше богатых. Скажи мне, пожалуйста, вот ты же часто ездишь, принимаешь участие в разных конференциях, деловых событиях. Да, в прошлом году я установил рекорд, я по стране, значит, у меня было 98 выступлений. Ого, это 98 выступлений, это 180 полётов? Ну, это и Москва же, ведь в Москве много выступлений, да, 98. Так вот, мой вопрос, смотри, ты видишь коллег по цеху, помнишь, вот в начале 2000-х, в середине очень популярны были такие темы, связанные эксплуатация подчинённых, жёсткие переговоры, жёсткий менеджмент, я всегда к этому относился негативно, потому что сердце моё, оно наполнено любовью к человеку, я не могу по-другому, да, я тоже строгий руководитель, конкретный, но я не могу заниматься, и, например, я бы не смог выйти на сцену и говорить об эксплуатации подчинённых. Сейчас тренд изменился, этого не стало. Это как раз то, что происходит культура и понимание? Ну, во-первых, 21 век, 21 век, и хотели бы, не хотели, всё-таки процессы конвергенции есть, и лучшие практики мировые приходят в Россию, и они оказывают влияние на российский менеджмент, это хорошо, это первое. Второе, я тоже сторонник позитивно-напряжённого менеджмента. Абсолютно, очень красивое название, позитивно-напряжённого менеджмента. Да, или напряжённо-позитивного. То есть, да, можно строить позитивный менеджмент, и здесь всех хвалить, благодарить и так далее, и так далее, и кто-то может тебе на шейку сесть, и это тоже тебя манипулировать и использовать тебя. Это неправильно. А ну почему напряжённый? Потому что только в напряжённой среде, я как генеральный директор развиваюсь, только в напряжённой среде сотрудники моей команды тоже развиваются. То есть, не в стрессовой, ну стресс иногда бывает, да, это тоже помогает… Стресс как элемент к развитию. Кого поддерживать? Поддерживать тех, кто достигает успеха, и немножко тех, кто провалился сегодня, но ты уверен, что завтра он всё-таки встанет. Поэтому вот позитивный менеджмент способствует развитию и раскрытию таланта. Отлично. Можно подвести лошадь к водопою, можно подвести. Заставить её пить невозможно. Но заставить, да, так же и здесь, ты можешь взять какие-то предпосылки, но человек только делает то, что у него лучше получается, чем он гордится. И вот задача, то есть, вот за 25 лет работы генеральным директором, а я как-то посчитал, это ни много ни мало, 100 тысяч часов, Роман, представляете, 100 тысяч часов я вот положил, работая генеральным директором, собственником, совладельцем, я провёл около тысячи собеседований, около тысячи собеседований, и все решения по приёму сотрудников я принимал окончательно я. Это, кстати, этому посвящена отдельная глава, с ним не пройдёт. Это основная задача генерального директора набрать команду, мы можем сегодня об этом поговорить. И я на одном этапе понял, что да, надо увидеть в этом мальчике, в этом девочке, значит, его потенциал, и создать предпосылки, чтобы он раскрыл этот потенциал, чтобы он занимался тем, что ему подходит, что ему нравится, где ему достигает больше успехов, чему быстро обучается. Это очень архитрудная задача. Абсолютно. Легче вызвать, поставить вторец стола и сказать «ну, и дальше да, 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 да». Это так называемый процесс эксплуатации. Да, 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 да. Работает. Работает это иногда для некоторых, но на отдельном маленьком участке. В краткосрочном периоде. Совершенно верно. Человек завсегда захочет уйти куда-то в другое место. Поэтому на эту тему, я говорю, вот есть две книги таких параллельных. Одна книга – это «Жёсткий менеджмент», если не ошибаюсь, написал её Кеннеди. А другая книжечка «Обними своих сотрудников», Джон Митчелл. Вот нужно каждому генералектору прочесть одну книжечку и вторую. И искать какой-то баланс. Да, совершенно верно. И найти свой. Я где-то 90% от Митчелла «Обними своих сотрудников» и 10% жёсткого менеджмента, потому что нужно знать, когда это применить и так далее. Но в позитивной среде человек развивается. Вот в чём вопрос. В позитивной среде человек быстрее преодолевает трудности, невзгоды, поражения, ошибки. Согласен. Это личная жизнь, ничем отличается от рабочего. Было у меня ошибок. Конечно, очень много. Потому что мы по своей натуре, ведь любой руководитель должен быть оптимистом. Мы должны верить в будущее, в завтрашний день. Мы должны верить в свои силы, но готовиться к худшему. Отлично. Тогда у меня есть предложение. Мы сегодня будем говорить о эффективном управлении командой. Но начнём не как обычно, знаешь, сначала и приведём к результату. Я хочу начать с результата. Так получилось, что всю прошлую неделю я торчал в аудиоспедцентр на Таганке. Ты знаешь, по какому поводу. Приятный момент, всё прекрасно. Купил, поздравляю. Да, сегодня забираем. Да, отлично. Так вот, я вижу эту картину, и все говорят, это труд Владимира. Это он сделал, это он пустил динамику. Я захожу туда, и я чувствую пульсирование, пульс, пульс бизнеса. Я вижу, что люди стоящие, проходящие у меня, каждый поздоровается. Я понимаю, что все на меня обращают внимание. Неважно, кто я. Есть у меня деньги, нет у меня денег. В большинстве случаев, помнишь, дорогие магазины, тебе комфорт, не было комфортно. А тут ты приходишь в автосалон. И самое главное, я чувствую, как бьётся сердце этого бизнеса. Скажи мне, пожалуйста, вот что послужило в самом начале ключевой вещью, которая привела к вот этому современному, успешному проекту? Роман, ну, 15,5 лет я отдал, как генеральный директор и совладелец, аудицинфтаганка. Поэтому это 15,5 лет, вот от звонка до звонка. Конечно, вот часть жизни. И вот ответить вот так однозначно, что-то взять одно ключевое, я бы не взялся. Почему? Потому что, ну да, мы достигли больших успехов. Мы стали лучшим предприятием ауди в Европе. Мы стали самым прибыльным предприятием в отрасли. Мы с командой генерили прибыль Ебеда. Это моя любимая прибыль. Ебеда, 20 миллионов долларов в год каждый продавец приносил в кассу 5 миллионов выручки долларов в год. Каждый продавец, понимаешь, да? Это, конечно, большие результаты. Но вот чтобы этого достичь, или там я вырасти в более 30 генеральных директоров, чем я горжусь, вот нужно сделать и одно, и второе, и пятое, и десятое, и двадцать пятое, и даже сто десятое дело. Вот я помню, что тебе вначале… И всё сделать правильно. Сейчас одну секунду. Я помню, что тебе вначале говорю, что нас смотрят по всей стране. И простые предприниматели, у кого-то может быть 5 человек, у кого-то 10, они все хотят добиться успеха. И они смотрят сейчас на тебя и спрашивают вопрос «Как? С чего началось?» И у меня было и 5, и 10, и 15, а потом 150, и 250, и потом я руководил группой компаний, да тысячи сотрудников. Что появилось? Стратегическая цель? Генератор. Генератор – это, конечно, генеральный директор. У меня есть такая установка, что любая компания – это большая тень первого лица. Вот любая компания – это большая тень. Поэтому генератор – это генеральный директор, это собственник. И здесь, конечно, начинается с большой цели. Я её называю высокой целью. То есть, эта цель должна быть выше, чем ты. То есть, первая – они все должны поставить себе высокую цель. Да, захотеть. Захотеть. Как? Ну что? Ты идёшь в бизнес с какой целью? Вторая цель – это заработать деньги. И нормально. Это вторая, но не первая. Это ни в коем случае, ни в коем случае. Вторая должна быть – заработать денежек. Для компании, для себя лично, для семьи, для родителей, для жены, кого угодно. Чтобы поднять качество жизни. Это хорошо. Ребята, не скрывайте. Давайте договоримся так. Вторая задача, она очень важная – заработать и стать долларовым миллионером. Прекрасно. Это первая задача по финансам. Вторая – потом стать мультимиллионером. Но чтобы заработать первый миллион тебе, и ты должен набраться смелости и какую-то большую цель поставить для себя. Это глава номер один. Да, какую высокую цель, чтобы она была выше тебя на 5 лет, на 7, на 10, на 25. Вот вчера ко мне приходил на бизнес-консультацию, очень интересный человек. У него цель на 25 лет. Я искренне порадовался. Дальше мы разложили, декомпозировали его в пятилетнюю, потом в годовые цели. И в следующий раз он придёт ко мне тоже в мае, и мы продолжим составление такого детального плана. Это ответ на вопрос. Если у тебя нет стратегии, значит, у тебя нет бизнеса. Стратегия – это цель. А дальше нужно оцифровать, что ты хочешь. Построить лучший магазин, занять долю рынка, присутствовать в одном регионе или в двух регионах, пойти в другую страну, выйти в Евросоюз или в Китай, построить завод, построить цех. То есть, это та цель, которая тебе будет каждое утро в 6 часов так раз в кроватке и немножко тыркать. Скажи, пожалуйста, как соотнести то, что ты сказал? Великолепно, всё супер. Мы с тобой бываем часто в Европе в том числе. И вот маленькая булочная на какой-нибудь улочке Парижа, где человек счастлив, у него нет планов захватить Евросоюз, но его булочная – это вся его жизнь, и он там невероятно счастлив. И вот может быть цель одна – булочная. Это есть цель для бизнеса? Да, совершенно верно. Но если у меня сейчас ничего нет, но я решил открыть булочную, конечно, это может быть… Я не хочу разобраться, но я хочу сделать так, чтобы она была самая лучшая. Совершенно верно. Так самые вкусные булочки. Потом набрать коллектив. Потому что первая – это цель – открыть булочную, открыть предприятие, сделать цех, открыть фабрику, открыть салон. Это открыть, это цель должна быть. А далее, вторая – это заработать первый миллион. И я всем учу на своих мастер-классах, как заработать первый миллион долларов. Скажи мне секрет, как заработать первый миллион долларов. А это дальше и 10, и 20, и 30, и 40, и всё нужно сделать как-то последовательно, системно, чтобы это работало. Но вторая основная задача генерального директора, собственника – это создать команду. Да, ты набрал себе смелости. Я говорю, ребята, мечтайте, давайте, цельтесь выше. То есть, я живу, допустим, по 15-летним циклам, мне нравится. Вообще, у меня есть 4 цели на всю жизнь, 8 целей на 15 лет. Потом у меня каждый год 140-160 целей и задач. Об этом я, кстати, рассказываю. Я в Кишинёве это для себя отметил, это было фантастика. Кстати, пользуюсь моментом, 8 июня тут мне исполняется, даже трудно сказать, совершеннолетие, 2 по 30. И поэтому я решил свой день рождения, свой юбилей, так называемый, отметить в кругу друзей. И приглашаю всех на свой мастер-класс, который называется «Цель жизни. Жизнь с целью». Я расскажу о своей системе цели полагания, о том, как я построил свою систему, не книжную, а свою, и как я по ней живу. Мне легко запомнить, у меня у жены 9 числа день рождения. Да, мы близнецы. И также я расскажу про 60 своих установок жизненных, по которым я живу, поэтому искренне приглашаю. Владимир, ты сказал, сколько верхних, 6 или 4? Самых верхних? Самых верхних вообще-то немножко побольше, чем и 6. Есть какие-то публичные, которые можно обозначить? И 4. Сколько, давайте про команду. Давай. Про команду. Вот нужно создать команду. Под словом «команда» я понимаю всех сотрудников. Не просто это я, финансовый директор, моя секретарша, ну и еще, может быть, коммерческий директор. А все остальные это как-то нет. Это все сотрудники, которые работают с тобой, это есть команда. Это есть команда. И вот здесь от команды зависит. Потому что команда достигает твою цель, которую ты поставил. В принципе, если разобраться, вот я все в бизнесе и в жизни стараюсь упрощать. Потому что очень много сложностей, неопределенностей. И все учат, и говорят, и это, и это, и это. И человек теряется, и так далее, и так далее. А я упрощаю все. Ну, я бывший инженер и остался этим инженером, да. Поэтому, если разобраться в сухом остатке, что должен сделать генеральный директор-собственник? Вот жестко три самых простых, но самых-самых суперархиважных вещь. Первая – это поставить, набрать смелость и поставить большую цель. На пять, на семь, на десять, на пятнадцать. А еще лучше на всю жизнь, чтобы эта цель была выше тебя, и она тебя влекла, и она тебя развивала. И чтобы ты был счастлив от того, что ты идешь к своей цели. Это первая задача. Вторая задача – набрать команду. Набрать команду едомышленников компетентных, позитивных, работоспособных, отчасти знающих, умеющих и так далее, и так далее. И третья задача – организовать основную деятельность своей компании. Организовать, быть здесь закоперщиком, быть вот здесь первым лицом. Вот три основных. Поэтому первую цель – набрать смелости. Я говорю, ставьте цели, ставьте цели. Некоторые мне спрашивают, как можно в нашем таком неопределенном мире, мы не знаем, что будет завтра, иметь какую-то цель. Я говорю, друзья, это как большая медведица. Это как большая медведица. Ты в океане бизнеса идешь, будут штормы, будут штормы, будут затишья, будут затишья. Будет ветер попутный, но будет ветер и против тебя, но будет и темно, и светло, и утро, и вечер. Но ты идешь и видишь эту большую медведицу, и ориентируешься на нее. Поэтому целься на большую медведицу, промахнешься, все равно попадешь в звезду. В звезду упадешь. Это лучше, чем не иметь. Да, это первое. А дальше команда должна дать тебе планы и, в принципе, идти к этой цели. И вот здесь, конечно, очень много нюансов, которые нужно знать, уметь, потому что, да, цели и мечты. Смотри, 7,5 миллиарда живущих на нашей райской планете все имеют мечты, но становятся богатыми, успешными и счастливыми. Кто-то говорит 1%, 1,5%, 3%, максимальное количество, я считал, 5%. Почему? На втором месте знания. Вот имеешь хотелку, имеешь цель, имеешь мечту. Да, мечту положил на план, это цель. Да, а дальше знания. Поэтому люблю своего друга Конфуция, который 2,5 тысячи лет назад сказал, бесполезно знание без действия. Опасно действие без знания. И мне просто иногда бывает обидно и жалко этих ребят. У нас очень замечательные люди. Им хочется больше. И поэтому наш человек, когда построил булочную, да, парижанин, он успокоится, а наш не успокоится. И это хорошо. То есть, по потенциалу, по энергии, мы люди более энергичные, мы более люди, что ли, такие вот предприимчивые. Я выступал в Париже, в Берлине, в Мюнхене, там, и в Пекине. И я видел, что в Запад как-то немножко такой замягший. А нам хочется. Это достойно. Внутренняя потребность. Но знание, потому что многие, как я иногда говорю, копают саперной лопаточкой траншею от забора до заката в поту, в пыли, работая по 10, по 12 часов. А за забором стоит эскаватор. А эскаватор нужно изучать инструкцию, нужно знать, какие педали нажимать. Но эскаватором ты траншею выкопаешь в десятки раз быстрее. Поэтому вот я в прошлом году 98 раз выступал, в этом году хочу больше старо. Я делюсь своим опытом и рассказываю, как я это сделал. То есть, все говорят, что надо делать. Я тоже говорю иногда что, но я в большей степени рассказываю как. Вот здесь нужны знания. Поэтому я востребован, я делюсь открыто своими знаниями, рассказываю, даю методологию. Как оцифровать компанию, как сделать мотивацию, как поставить личностный стиль, как избежать ошибок, как сплотить команду, как набирать команду и так далее, и так далее, и так далее. Как? Это очень важно. Отлично. Это очень важно. Про команду. В любом коллективе есть гласные и негласные правила. Если не управлять командой, то, скорее всего, команда будет жить по негласным правилам. А если управлять, то появляется понятие ценности или принципа, ради чего мы здесь все собрались. Вот ты мне очень характерно невероятно эмоциональную историю рассказал за завтраком. Вот как родились твои принципы, если, может быть, кратко? Почему тебе нужно было, чтобы у твоей команды были общие принципы? Ну, до принципа мы сейчас дойдём. В начале просто была хотелка. И я, когда начинал в 91-м году бизнес, у меня была одна задача – заработать деньги и прокормить семью. Потом захотелась задача стать миллионером. Через 5 лет я стал миллионером. Потом захотелось стать мультимиллионером. Я тоже стал. И я этому сейчас и учу всех. Говорю, ребята, вот так вот это нужно делать. Если я это сделал, вы обладаете моими знаниями, внедряете это, и вы получите, вы пойдёте быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому в начале была цель. Потом, когда открыл Таганку, у нас была цель стать лидером рынка, а до этого продать тысячу машин на Аудио 8. И это мы сделали. Два слова расскажи, как появилась цифра тысяча. Потом, это в книге, да. Но это неосознанная такая вот цель, которая родилась на обучении. Но это же она являлась драйвером всё это время. Да, на обучении в Германии, когда мы обанкротились. Мы стали банкротами в 98-м году. И появилась эта цель большая – продать тысячу машин на Аудио 8. Это в книге. И в самом деле мы с командой это сделали. А потом ты понимаешь, что цель – это хорошо. Но ты правильно говоришь, Роман, нужны правила, нужны ценности, которые есть, по которым ты развиваешься, и ты собираешь свою команду. Да, сказать напрямую, что они уж сильно там работают и сильно действуют, нельзя. Но они работают на подкорке. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И поэтому я задумался, что какие же ценности и какие правила нужно иметь в компании, чтобы быть ещё более эффективным. Потому что правила, которые устанавливают генеральные директоры – это снова ответственность и решительность. То есть корпоративные правила, корпоративную культуру, свою конституцию, свои законы устанавливает генеральный директор. Он говорит так – белый верх, чёрный низ. Всё. Все ходят в белом верх, чёрный низ. Вот я записал, допустим, я свои правила, корпоративную культуру, азбуку и Библию я писал целый год. И поэтому на мастер-классе гендиректора и команда я дарю всем участникам на флешке свои эти правила. Они, на самом деле, интересны. Я год их писал. Они, кстати, для большинства могут подойти. Да, подойти, да. И там написано, что все работники фронт-офиса и руководства ходят белый верх, чёрный низ. Но, Роман, за 15,5 лет я ни разу в джинсах на работу не пришёл. Сам. Сам. Не в пятницу, никогда. Никогда. Ну, кроме там субботы, воскресенья, иногда заезжал, и ночных смен, которые иногда я проверял. И это значит… А это пример. Потому что, если ты прописал эти правила, на тебя все смотрят. Ты должен быть образцом и показывать пример, потому что тогда будут копировать тебя, копировать, идти за тобой. И здесь эти правила помогают тебе быть ещё более эффективным. На первоначальной стадии они пока не работают. А если кто-то не согласен? Не согласен, всего доброго, до свидания. Создай свою компанию и живи по своим правилам. Даже если придерживаться принципов «обними своих сотрудников». Значит, подход такой, если ты звезда, если ты работаешь за двоих, за троих, то не выполняешь корпоративные правила, установленные компанией, что нужно сделать вначале первый шаг – поговорить. Не хочет. Не хочет – уволить. Даже лучшего. Да. Иначе он разратит паршивого овца, перепортит всё стадо. Даже лучшего. Но, как правило, лучшие, они умные, они понимают. И здесь нужно применять жёсткий менеджмент, никаких сю-сю-сю. Поэтому да. Да, если он даже не выполняет правила, не выполняет планы, но выполняет твою культуру, твои законы, его обучать. Обучать, вкладывать душу и работать с ним. Ещё раз, очень важный момент, мне кажется. Смотри, не бывает таких ситуаций, мы специально создаем полярные. Простой-простой специалист. Хочет, но не может, не выполняет планы. Но всей душой верит в тебя, лояльен, выполняет правила, готов помогать. И сверхзвезда, который продаёт, не знаю, десятки автомобилей. Но наплевать, сказать, относится к коллегам, друзьям, плевать хотел на правила. Этот будет, а этот уйдёт. Ну, первое, я ещё раз повторяю. Во-первых, чтобы человек профессионально развивался, я тоже к этому принципу подошёл. Человек должен расти как личность. Если топ, если специалист растёт как личность, у него появляются интересы, какие-то заботы, какие-то мечты, какие-то цели, как у человека, живущего на земле, тогда он работает как профессионал, растёт как профессионал. Если у него, у него развивался как личность, он упирается в потолок, он перегорает и апатия, и кризисы, и он уходит, и теряет себя, и теряет жизнь. Поэтому нужно развиваться как личность, интересы, чтобы были интересы. Роль генерального здесь какова? Да, роль генерального. Я изобрёл такую хорошую форму, я придумал так называемые личные обеды. Я каждый год где-то проводил 130-170 обедов со своими лучшими сотрудниками. Я лучших сотрудников называю достигаторами и подвигантами. Есть такое слово. Я тоже в книге, да, совершенно верно. Я с ним обедаю час-полтора, и мы здесь за обедом. В столовой куда-то в ресторан? Нет, переговорная приносит два обеда, мы садимся, у меня записная книжечка, вторучечка. И я вот здесь выработал такой ритуал, как мы обедаем. Вначале я хочу узнать о нём как о личности, как о человеке. Какое образование, где живёт, сколько на работу тратится, женат, не женат, замужем, не замужем, есть ли дети, какие дети, где жена работает, где муж, собирается ли учиться, квартира, у тёщи, ипотека и так далее, и так далее. Что читает, где отдыхал, кто папа, кто мама. Вот такие личные, личная жизнь. Люди отвечают? Да, отвечают, отвечают. Вначале замыкались. Ну, я только провёл 30, 40, 50 обедал, вот потом это у меня стало. И представляете, каждый год, каждый год, вот 15 лет на Таганке, раз 150 обедал, второй, пятый, десятый. И я уже их знаю как своих детей. Я знаю, что он себе представляет. А потом переходим к профессиональному развитию. Поэтому, да, я стараюсь, чтобы он рос как личность, но если звезда звездит, звездит и корпоративную культуру после даже разговора со мной нарушает, да ещё делает это умышленно. И публично. Да, и публично. Жёстко уволить. Но тот, который выполняет всё, но не может, его нужно обучать. Не бросать. Да, не бросать. Но, есть же у нас другое правило. Допустим, когда у нас был до кризиса 2008 года, у нас было такое правило. Не выполнил свои личные планы два квартала подряд увольнения. Два квартала подряд, невзирая на личности. А когда пришёл этот жёсткий кризис, мы это правило изменили. Не выполнил свои личные планы, свои личные КПА. А я всю компанию оцифровал и на мастер-классах рассказываю, как оцифровать компанию, как каждого сотрудника, начиная от генерального директора и заканчивая парковщиком, начиная от слесаря и заканчивая предправлением, посадить на цифру, на КПА. И это работает исключительно. Да. Если он не выполняет свои КПА, три месяца подряд отцеп. Ещё последний вопрос про людей. Хотя бывает очень-очень обидно. Больно. Вот смотри, человек, вот взяли два полярных, всё выполняет, корпоративную культуру выполняет. Так. Выполняет планы, но выполняет всё поверхностное, а внутри считает совсем всё по-другому. И выйдя за пределы улицы, говорит, да я просто шапку одеваю, играю в игру. Вот что с такими людьми делать? Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что он на улице что-то говорит? Всё-таки мы работаем в компании, и для меня, в принципе, есть три момента основных. Я всё упрощаю, и то, что на мастер-классах я прямо по полочкам рассказываю. Раз, два, три, или там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три момента. Первое. Самое важное от каждого сотрудника, и от ТОПа, и от специалиста. Это первое. Это выполнение личных планов. Месяца, квартала, года, да. И всё у меня цифровано, всё через призму КПА. Выполняешь, всё, я его на руках, да, всё, молодец, и так далее, и так далее. Второе. Второе. Он должен выполнять корпоративную культуру. Это вот те правила, которые еписаны в виде приказов, распоряжений, корпоративной религии, и так далее, и так далее. И третье. Это со временем у меня появилось. Он должен стараться развиваться. Развиваться. Вот поэтому я горжусь тем, что я назвал, вырастил более 30 генеральных директоров. Я же первый же в нашей стране внедрил сбалансированную систему показателей. Когда ещё книга Нортона и Каппана в 2003 году ещё не вышла, а я узнал эту систему у американца одного, я первый в стране эту панель управления. Она работает исключительно. Финансовые и не финансовые показатели. Поэтому у меня есть мастер-класс, панель управления, 25 ключевых показателей генерального директора и панель управления для первой линейки. То есть я рассказываю, как оцифровать компанию. Этим я горжусь. И я горжусь ещё тем, что я первой в стране внедрил книжный КПА. Это 2010 год. Книжный КПА. И в самом деле, когда это я сделал у себя, я знаю уже сотни, если даже не тысячи компаний тоже это сделали по всей стране. И в самом деле это работает. Потому что когда человек читает книгу, он проживает ещё одну жизнь. У него развиваются мозги. Неважно какая книга. Но потом человек начинает думать, какую книгу читать. Не зря же говорят, что человеку для вдохновения, по жизни для вдохновения, нужно пять книг. Но чтобы знать какие-то книги, нужно прочесть минимум тысячу. Вот я тысячу книг о менеджменте прочёл. А вообще я книга МАН. Вот книга МАН, я каждый день без книги жизни не представляю. Я могу не покушать, но без книги я не представляю. Знания. Помнишь, я говорил? Вначале цель, а потом знания. Поэтому да, и эти знания должны обогащать и тебя, и твою команду. Потому что ты должен быть чуть-чуть более эффективен, чем твой друг-конкурент. Конкурент-друг. Поэтому я в книге пишу. Про враги, друзья. Держи врагов ближе. Совершенно верно. Чуть-чуть эффективнее ты должен быть в каждом элементе. Откуда брать? Да, это книги. Это мои мастер-классы и других тех, кто достигли в жизни успеха. Я всем говорю, друзья, учитесь только у тех, кто кто-то в чём-то достиг успеха. Неважно, неважно, если он лучший слесарь, учитесь у него. У него есть чем-то. Спросите, как он стал тем лучшим слесарем. Если он лучший гинеколог, узнаете, как он стал лучшим гинекологом. Не верьте тем, которые начитали из каких-то книг, особенно западных, и рассказывают о том, что супер-пупер, внедряйте бирюзовые организации. Я с трудом представляю, как бы я, работая на военном заводе в Тульской области, начальник эвакуативного депо, 365 дней, 24 часа в сутки, внедрил бы в локомотивном депо элементы бирюзовой организации. Ну, это абсурд. Хотя в своей таганке я некоторые элементы внедрял. Так вот, вернемся к управлению командой. В книге. Четыре главных принципа или ценности, которые вы в своей команде внедрили. Это лидерство. Ну, первая ценность – это целостность. Целостность. Компания должна существовать, и мы должны приложить здесь все усилия. Первое, чтобы мы вошли в рынок, потом стать в первой тройке. Это очень важно – стать в первой тройке. А потом стать лидером номер один. Поэтому три задачи. Три задачи. Вначале в рынок войти. В рынок раз. Это, как правило, 9-10 компаний или в городе, или в федеральном округе, или в стране. Потом стать в тройке. А потом стать номер один. Супер. Какая вторая? Второе – лидерство. Лидерство. Это что значит? Это значит, чем вы занимаетесь, то в этом элементе в основном вы должны быть лидерами. Почему нужно быть лидером номер один? Потому что по исследованию, как правило, потребитель 50% покупок делает у лидера номер один, а 50% у всех остальных. И когда ты продаёшь больше всех, а что такое лидерство? Это большие продажи. То есть, бизнес, кто больше продаёт, всё, он лидер. Всё остальное – ля-ля-ля-ля-ля. Поэтому продажи, продажи. Я этому тоже… Ну, вот у меня 12 мастер-классов. 10 я вот в Москве и по всей стране. И сейчас в Санкт-Петербург иду. 6 мастер-классов буду в Санкт-Петербурге проводить. Вот 29-30-го в Санкт-Петербурге буду проводить мастер-класс «Как оцифровать компанию». Два дня рассказываю методологию и даю формулы, формулы ключевых показателей. Как считать, в чём считать, кто отвечает, кто считает, какая эпизодичность. То есть, методологию даю. То есть, рожёвую остаётся взять и проглотить. Супер. Третье – ответственность или мастерство? Да. Второе, третье – ответственность. Это что? Ответственность. Ответственность. Ответственность быть перед собственниками, ответственность перед руководителями, ответственность перед рынком, собственники ответственны перед сотрудниками, топы ответственны перед сотрудниками и перед генеральным директором. То есть, такая вот взаимная большая ответственность. То есть, мы все ответственны за то, что мы делаем. И четвёртое – это мастерство. Не важно, где ты работаешь, ты должен эту работу делать на 5 с плюсом. Не важно. Да, кладовщик ты, слесарь, продавец, коммерческий директор или генеральный директор должен делать это, чем ты занимаешься лучше всех. Мне очень понравилась история из книги, где один из твоих простых работников говорит, а я хочу продавать. Слушайте, вот можно, Роман, прошу вас, умоляю, не надо называть слово простых работников, нет простых работников, есть специалист, мастер, мастер, вот плохой это слово, ну какой простой, а есть какие-то другие, что ли? Непростые. Непростые, да. Окей, рядовые сотрудники. Слово тоже плохое. Просто сотрудники. Компания состоит из сотрудников, раз, дальше сотрудники делятся на две категории, специалисты, я их называю синие воротнички, которые обладают специальностью, бухгалтер, продавец, водитель, стропольщик, слесарь и управленцы, руководители, всё, а все мы сотрудники, а мне ещё больше нравится слово коллеги, я же носитель позитивного напряжённого менеджмента, мы в 21 веке коллеги, никаких вот, да, и что? Окей, почему специально скажу простой сотрудник, простой работник, потому что это рядовая позиция сотрудника, который был то ли мойщиком, то ли кем-то ещё. Какая рядовая, у меня мойщиком был Игорь Кашинский, а потом мойщиком начинал, а потом стал лучшим продавцом Ауди в России. Наверное. Они все с потенциалом. Специально, да. Да, они все с большой буквы, только нужно это увидеть, это тяжело. Создать предпосылки, да, замотивировать его. Как хорошо, что ты отвечаешь на вопрос ещё, чем я его задал. Итак, специально повторю третий раз. Рядовой сотрудник. Это человек, который вот на самой простой позиции работает, выполняет очень простую функцию, самую простую функцию с точки зрения управления, раз-два, раз-два. И он тебе говорит, хочу стать руководителем. Ты говоришь, иди получи высшее образование. Прошло три года. Он говорит, а я получил. Точно. Как сделать так, чтобы люди, работающие, выполняющие самую простую функцию, хотели достигать высоты? Это снова несколько подходов. Ну, допустим, у нас был открытый резерв кадров. Это раз. Была система внутреннего обучения. Это два. Книжный КПА и три. На каждом обеде я спрашиваю, а кем ты хочешь стать? Кем ты хочешь стать? 99% не задумываются. Не хотят, не думают. Но когда я у каждого спросил, и когда уже стал через 2-3 года снова с ними обедать, каждый мне сказал, кем он хочет стать. Да, я сейчас слесарь 3-го разряда. Хочу стать слесарем 1-го разряда. Он не хочет быть руководителем, но он хочет стать слесарем 1-го разряда. Это прекрасно, горизонтально. Я говорю, продавец, хочу лучшим продавцом быть таганки. Годится. Да, он старший продавец, он говорит, я хочу быть ропом. Тоже годится. Потому что в самом деле у него должна быть мечта, цель. И тогда это замечательно, что все растут, все растут, все растут. Создается среда, что один стал прорыв годом, другой, третий, четвертый. Ты поощряешь, ты благодаришь, ты усиляешь надежду, ты ставишь предпосылки, ты даришь книги, ты награждаешь. Он резерв кадров себе ставит, а некоторые не ставят. Ну, ничего страшного. Но когда человек попадает в такую среду, он тоже начинает думать, как же он будет развиваться. И среда его тоже формирует. Потому что исследования, 4% людей имеют сильную силу волю, ну, а-ля Рахметов, сказал, что да, с завтрашнего дня я утром в 6 часов буду пробегать 10 километров. И всю жизнь бегать 10 километров. Ну, так и только 4%. А остальные 96%. И они трудно меняются. Меняет людей окружение. Когда он попадает в какую-то среду, и окружение начинает по чуть-чуть на него давить, поддавливать или выдавливать. Поэтому задача генерального директора, мы же лифтеры. Мы же лифтеры. Мы должны поднимать с первого этажа его на второй, потом на третий, на четвертый. А как поднимать? Через повышение самооценки. Сделал, похвали. Нужно видеть маленькие победы, маленькие победы. Мы же приходим на работу 90% рутинных дел. Одно и то же, одно и то же. И мы видим только проблемы, 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 проблемы. Правильно? И их решают. Это правильно? Да, это правильно. Но каждая проблема – это точка роста. Но нужно наряду с этим замечать маленькие победы. При плане 7 сделал, он 7,5. Нужно похвалить, пожать руку, похлопать по плечу, поплодировать и так далее. И эти маленькие победы создают большие рывки, большие победы. Вот в чём вопрос. Поэтому у меня же есть тоже мастер-класс «125 форума методов нематериальной мотивации». На каждый ответ у тебя есть свой мастер-класс. Сколько у тебя всего мастер-классов? Ну, я же сказал, 12. 12 мастер-классов. 12 мастер-классов. То есть, они целиком закрывают весь вопрос. Да, совершенно верно. Целиком закрывают. Они такие основные, ключевые. Поэтому ближайшие будут в Санкт-Петербурге 29-30-го. Это как цифровать компанию. Потом в Москве будет 7-го, 8-го. 7-го это будет «Наука побеждать» и 31 гендиректора. Это продолжение моей книги. А далее в июле будет тоже два уникальных мастер-класса. 19 июля будет первый, премьера. Как в России продавать больше, чем в Европе. Я расскажу о том, как я, как генеральный директор, выстроил отношения. Как я подбирал коммерческих директоров. Как я выстроил с ним отношения. И как должен выстраивать отношения генеральный директор с коммерческим директором. Как его развивать. И как вместе построить отдел продаж, который является спецназом. Потому что отдел продаж – отдел номер один в любой компании. И коммерческий директор – это руководитель номер один. А все остальные, включая гендиректора, мы как сервисная функция работаем на него, чтобы он выполнял напряжённые планы. Чтобы ДДС был положительный, не разрывался и так далее. Супер. Это впервые расскажу. А 20 июля для собственников, только для собственников. Такой закрытый мастер-класс. Как собственнику построить сверхрезультативный бизнес. Я же 25 лет тоже был собственником. И поэтому есть секреты, которые я расскажу только собственникам. Поэтому вот, ну и дальше там в сентябре у меня, в августе снова мотивация. Превратилось у нас немножко последние несколько минут превратились в календарь твоих событий. Это неплохо, слава Богу. Итак, вопрос самый главный. Вот сейчас всё понятно. Ты мультимиллионер, ты 15 лет проработал директором, ты совладелец. Нет, 25 лет. Я только 15,5 лет в таганке. 15 таганке. Но ведь когда-то ты был обыкновенным, простым человеком. Да. И кто-то или что-то… Я никогда не был простым. Нету простых. Все мы рождаемся простым, как Александр Улл. Хорошо. И кто-то когда-то или что-то, точно так же, как ты сейчас, всем тем стал для тебя лифтером. Что это было или кто это был, который включил в тебя вот того Владимира Моженкова, которого мы видим сейчас? Роман, вот очень такой, очень сильный философский вопрос. И вот чем ближе мой мастер-класс на 8 июня, когда мне исполнится… Прекратим же даты называть, это уже невозможно. Я задумался о том, что же в самом деле послужило основными такими китами, основными такими камнями, что ли, которые вот способствовали тому, что вот… Ну, уже можно какую-то часть жизни свою ценить. Я долго думал, получилось у меня вот… Ну, вот хотел на мастер-класс, я сегодня тебе расскажу 4 основных таких момента. Первый момент – это цели. Вот у меня всегда в жизни были цели. И первая цель у меня появилась в 5 лет. 5 лет? Первая в 5 лет, вторая в 9 лет, потом в 9 классе и так далее, и так далее. Я вот всю жизнь живу по целям, по целям большим. Я к некоторым целям шёл 10, 15, 25 лет. Это вот цель. И сейчас живу по целям. Это первое. Второе – это книги, это знания. Вот я книгоман, и если вот книг не было, я бы… Вот это книги. Поэтому вот о менеджменте я около тысячи прочёл, а кроме этого я ещё и историей увлекаюсь. Классика – это само собой. Потом ещё есть космос, который меня увлечёт, интересная книга о космосе. Ну, и уже 12 лет я изучаю мозг. Как? Потому что генеральный директор в первую очередь должен быть психологом. Психологом. Да, это книги. Третье. Третье – это хорошие люди, которые попадались на моём пути. Можешь кому-то сейчас сказать спасибо? Да. Это Николай Михайлович Марочкин. К сожалению, он ушёл из жизни. И память такого замечательного человека. Он был учителем физкультуры. Я в своём родном городе провожу турнир по баскетболу в честь на кубок Николая Марочкина. Вот. И вот на каждом этапе у меня встречались хорошие люди, которые показывали пример, чему-то меня учили. Я что-то брал от них, впитывал, как промокашка, и это делал. Хорошие люди. Хорошие люди. Хорошие, мудрые, такие интересные люди. Ну и четвёртое – это спорт. Потому что спорт, неважно какой, он даёт тебе силу воли. Ты научишься преодолевать самого себя. Преодолевать самого себя. А это же в жизни всегда мы преодолеваем себя. Правильно? Вот чуть-чуть хочется больше, но не всегда же ведь это хочется, да? А нужно вот через себя. И вот поэтому четыре таких момента, на мой взгляд, в большей степени меня сформировали. Спасибо тебе большое. В оставшиеся 30 секунд, уважаемые зрители, я хочу сказать очень важную вещь. Так как я думаю, что нашу программу смотрят люди, которым интересен менеджмент, который является либо собственниками, либо генеральными директорами, на мой взгляд, ключевая вещь, которую я здесь услышал в нашем сегодня с тобой разговоре, понятно, что всё очень важно, но ключевая вещь, что вы являетесь лифтёрами для своих людей, коллег, друзей, с которыми вы работаете. И ты сам лифтёр, и сам поднимаешься. И ты сам лифтёр для самого себя. Если нет никого, кто поможет тебе, помоги себе сам и помогай всем, кто рядом с тобой. Большое тебе спасибо, было невероятно приятно. И, уважаемые коллеги, это был «Бизнес-завтрак» с Владимиром Моженковым, который, на мой взгляд, является прекрасным примером настоящего руководителя российского формата. И на его примере можно действительно воспитывать других людей. Спасибо тебе большое. Буду оправдывать ваши такие достойные слова. Спасибо, Роман. До новых встреч, друзья. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова